Вы знаете, с чего хочется начать? Хочется начать с практически литературной, окололитературной такой истории про нацгвардию. Вот мы, когда видим словосчитание нацгвардии, у нас какие-то образы возникают совершенно, воспоминания. То обитаемый у остров, то еще что-то. Вот вы как воспринимаете эту инициативу о создании нацгвардии и какие у вас ассоциации? Ну, мне кажется, это все в контексте надо рассматривать, да, и в контексте, прежде всего, осознание того человека, который объявляет о создании этого органа, который решает все силовые ведомства за исключением армии и полиции, фактически, сгрести в единую кучу и починить лично себе. То есть, надо рассматривать это не в том контексте, что нас ждет, да, и к чему это все идет, а в том контексте, что этот человек думает, создавает, о чем он опасается. И, видимо, чего-то он здорово опасается, раз в преддверии думских выборов, в своем привычном духе спецоперации, никого не предупредив, никого заранее не оповестив, огорошив и лояльные СМИ, и независимые СМИ, он берет и вот в свою натруженную руку загребает практически всех боеспособных каких-то воинов, включая и ОМОН, и СОБР, и внутренние войска, и спецназ ФСБ тоже туда же будет подчинен. То есть, вы считаете, что это личная гвардия? Это личная, надо было сказать, президентская гвардия. 400 тысяч человек под ружьем личной путинской гвардии, путинские соколы. Чего опасается Владимир Владимирович? Имеет ли он основание чего-то опасаться? То есть, конечно, может быть, это вырвано из контекста, да, но поскольку это следует непосредственно за обнаружением у одного велончелиста 2 миллиардов долларов, кажется, что это такой определенный ответ Чемберлену. Да, то есть, не раскачаете вы лодку, и сколько бы вы других миллиардов в каких офшорах не нашли, а есть и контраргумент. И вот он, 400 тысяч человек под ружьем. То есть, вы видите прямую связь между этими фонарами? Она аналогическая. Я не скажу, что она причинно-следственная, да, но... Следственная. Есть такая поговорка. Не надо путать причины и следствия, и в особенности не надо путать следствия. Значит, вот, и... И, ну, складывается такое впечатление, как-то одно событие на другое нагромождается. Может быть, об этом было объявлено сразу, чтобы перебить негативную новостную повестку, еще более негативную новостную повестку. А кому теперь интересно говорить про какие-то миллиарды у какого-то велончелиста, когда есть национальная гвардия, 400 тысяч человек, лично подчиняющиеся в обход всех прочих институтов президенту, и деленные правом врываться в чужие дома и стрелять без предупреждения по кому угодно, если вдруг кому угодно будет грозить какая угодно опасность. Ну, то есть, такие субъективные очень критерии установлены. То есть, можно делать все, что угодно национальной гвардии, по большому счету, и не париться. А это проявление силы или проявление слабости? О чем это свидетельство? Это проявление подозрительности. Это проявление подозрительности. И те перестановки, которые происходят, мы видим, как в духе упадочных древнеринских империй к власти поднимаются телохранители. Как предприторианцы становятся политиками. Дюмин становится из личного адъютанта губернатором. Сначала замминистра обороны, потом губернатором. Возможно, это лишь какие-то ступени в его более амбициозной федеральной карьере. И Виктор Золотов, тоже изначальник личной охраны, становится теперь главой сначала внутренних войск. Главкома внутренних войск. А теперь еще больше полномочий под себя собирает и становится главой этой национальной гвардии. Спасибо, что не явнухи. А вот еще один вопрос возникает, конечно же, в этой связи. А вы верите в то, что действительно он успеет сформировать 400 тысяч человек такую мощную гвардию? И что действительно это как-то укрепит его позиции? Ну, значит, успеет. Мне кажется, большинство угроз существующих позициям Владимира Владимировича Путина существует преимущественно в сознании Владимира Владимировича Путина. То есть, он, конечно, более информирован, чем мы. Но он и гораздо больше, может, еще в своих юных лет приучен везде искать врагов. Да, ну, образование профессиональное такое. И жизнь потом так складывалась, что человек привык везде выискивать личных врагов и неличных врагов, там, угрозы безопасности и так далее. Ну, кто учился на журналиста, тот когда-то пытался доискаться правды и донести ее до людей. Ну, сейчас их, мне кажется, другому учат. А кто учился на спецагента, тому, конечно, объясняли, что Родина в опасности, в кольце врагов. Каждый второй человек непременно наймит западных спецслужб. Всех этих людей надо вывести на чистую воду, за ухо и на красное солнышко. Вот, поэтому, ну, личная биография сказывается определенно. Да, и сейчас, как ни странно, когда мы-то сами видим изнутри, что никаких угроз, несмотря на все, что происходит, позиций Владимира Владимировича внутри страны у нас нет. Альтернативы мы по-прежнему не видим никакой. Народные выступления как-то не происходят. А если что-то случается, то немедленно это все пригашивается. Поэтому, может быть, он, конечно, в будущее смотрит, а там, как в фрустальном шаре, там, в палантире в каком-то, видит мрачные какие-то картины. Или как там в «Игре престолов», там, в огне, например, каминном, разворачиваются какие-то кровавые события перед ним. Но объективных угроз я не вижу. То есть, и причин каких-то, даже не говоря о поводах уже, вот взять и сейчас так радикально реформировать силовые министерства и собрать все это в единый пучок. Такой пучок. Сопоминаю этот топорик у Муссолини. Знаете, он тоже такой с пучком, у него там рукоятка. Фаски, да. Да, да. Совершенно верно. Ну, просто, чтобы не углубляться в терминологию. Мне кажется, это очень субъективная история. Зачем это надо, это мы должны спросить у этого конкретного человека. То есть, вы предполагаете, что, в принципе, это может быть ответом просто таким символическим. Вот ваша карта бита. Ваша панамская карта бита моим... Символическим или сильно на опережение. Да, упореждая какие-то варианты, которые даже еще не успели сформироваться. Вот. Но то, что происходило, например, с Касьяновым, мне это виделось так. Вот вся эта картина, которая разворачивалась. Сначала история про квартиру у Кабаевой, и вот этой студентки с сиськами. Не помню. Не важно. Не будет. И потом, значит, все вот это. И сразу же дискредитация пошла Касьянова. То есть, мне кажется, что Касьянов сам по себе, он совершенно не популярный, не харизматичный политик, и никому он здесь не интересен, по большому счету. За него не будет никто голосовать. Говорят, даже на руку ему немного сыграло. Те, кто не сыграл, все считалось, защищают. Да, но Касьянов до сих пор еще живет половой жизнью. Многие были при этом удивлены. И такой вариант тоже, да. Но речь идет о том, что Касьянов при этом достаточно активен на Западе. В своих лоббистских каких-то, дипломатических инициативах. И я думаю, что здесь игра заключалась в том, что Запад пытается сказать, что мы с Владимиром Натальевичем больше не хотим работать. Потому что он то, он все, он пятое, он десятое. И достают из-за кромов какой-то компромат, который имеется. И который, я думаю, всегда на самом деле имелся. А в ответ те фигуры, с которыми на Западе хотят разговаривать, дискредитируются внутри страны. То есть, здесь речь идет о том, кто будет переговорным партнером и воплощением, так сказать, инкарнации России в общении с Западом. И очень многое из того, что делалось в последнее время, например, там жесткая речь Медведева на Мюнхенской конференции по безопасности. То есть, вы хотели поставить на Медведева, так вот Медведев говорит все то же самое. Это вовсе не более либеральный человек, не более мягкий человек, он не будет сдавать наших позиций. Вот мы Медведеву запускаем ту же самую запись в айфоне, что была до этого Владимир Владимировича, и он говорит то же самое. Ну вот, а теперь вы думаете, что Касьянов будет вашим переговорным партнером? Так мы сейчас его покажем без порток и опозорим нашу страну, и никогда за него никто не проголосует, потому что будет в нем видеть американского наймита и изменника. Вы сейчас сами Запад упомянули, так получается, что все-таки Запад стоит, хотя бы отчасти, за этими громкими публикациями, или это исключительно журналистская работа была? Как вы думаете? Слушайте, но какой зуб у Запада может иметься на Кэмерона, который есть, собственно, воплощение англо-саксонского заговора, это трудно сказать. Какой зуб имеется у Запада на несчастного этого премьер-министра с непроизносимой фамилией Исландии? Ну, например, да, сейчас давайте мне, как вулкан называется, сходу произнесите. Эй, Ясланды, Якубль, да, вот это все. Да, это да, тоже все умеют. То есть, ну, или Порошенко, да, который, по идее, должен был бы вести Украину к светлому европейскому демократическому будущему. Мы видим, что здесь совершенно никого не дискриминируя, взяли и вывалили кучу компромата на целый ряд мировых политиков. И, видимо, это еще не весь компромат, да, то, что они успели сейчас как-то окучить за это время, журналисты. Поэтому я не считаю, что это каким-то образом направлено против Путина. То есть, нашей стране кажется, что это против нас, но на Украине кажется, что против Украины. А, в свою очередь, там, в Китае заявили, что это там попытки подорвать китайские конституционные строя. То есть, везде, где немножко тырят, везде считают, что это против них, конечно. Да, хотя совершенно очевидно, что это глобальное, не географически вообще как-то определенное и не политически определенное расследование. А чего вы ожидаете? Вот не от наших властей, а от тамошних, от западных, от восточных. Будут реальные отставки, будут реальные дела, будут реально преследовать элиту? Ну, пока вот это... Или везде, на самом деле, коррупция пронизала все снизу до верфи? В странах с более авторитарными режимами, да, как Китай или как у нас, разумеется, не будет никаких расследований, потому что есть корпорация власти, да, и силовые подразделения, судебные подразделения просто являются другими отделами этой корпорации, которые отчитываются перед общим начальством, сидят на общих планерках, в общем, у них там совет директоров, они решают, что лучше для всей корпорации. У них никакой независимости нет, да, и весь ветви власти друг друга не контролируют, не противодействуют друг другу и не уравновешивают друг друга, да, все работают, не толкаясь локтями на одно общее дело. В тех странах, где ветви власти конкурируют, да, где есть политическая конкуренция, разумеется, немедленно оппозиция использует это, потому что там настоящая оппозиция, а не кастрированные коты, как у нас, она, это вот, настоящая оппозиция, она будет, разумеется, использовать все шансы для того, чтобы произвести ротацию и прийти к власти, да? Так я вас не об этом даже, не столько об этом спрашиваю, а Кэмерон-то сядет? Кэмерон, во-первых, не Кэмерон, а папа Кэмерона. Папа Кэмерон, да, который уже... Кэмерон старший... Да, во-вторых, он уже умер. Вот, а во-вторых, у Кэмерон-то нет вопросов по поводу освоения каких-то средств через каких-то там лиц подставных, да, и запись на друга детства, там, двух миллиардов, например, в каких других странах может, например, происходить. Да, Кэмерон просто, в принципе, его фамилия упоминается в каких-то офшорных компаниях, что само по себе не является однозначно преступлением, да, что нехорошо с имиджевой точки зрения, потому что, когда требуешь у населения платить налоги, а сам от налогов уходишь, это проблема, да, но его-то не обвиняет в том, что он вывел из государственных компаний средства какие-то, да, и никто даже в этом его и не подозревает. Вот, так что у Кэмерона, я думаю, что позиции пошатнутся, да, и это на имиджи на его скажется, но оснований для каких-то уголовных преследований, мне кажется, там нет в этой истории. Что касается стран более авторитарных, то, с чего я начал, то только если внутриэлитная борьба приводит к тому, что человек, находящийся у власти, теряет свою позицию, отстраняется, тогда, разумеется, все это вытаскивается из-за кромов и используется против него для его дальнейшей дискредитации. Как мы это видели, в Советском Союзе там происходило, да, с различанием культа личности, потом с различанием Хрущева и так далее. Вот как раз об этом и речь. С перспективой на будущее есть чего опасаться российскому руководству в связи с этими архивами? Ну, знаете, совершенно не этого должно опасаться российское руководство. Все простые русские люди, с которыми я заговаривал про 2 миллиарда, реагировали одинаково. Типа, всего-то? Что же он, бедный, зря горбатится? Ну, или там, мы, может, не все нашли, или только за первый год и так далее. То есть, людей это совершенно не удивляет, никого это не возмущает. Все, в принципе, что-то такое и подозревали себе, что все российское руководство поголовно каким-то образом приворовывает, наверное, что-то, да? Ну, да, когда международный консорциум журналистов-расследователей обещал перевернуть мир, все чего-то большего ожидали, наверное. Да, ну, уже 2 как-то несерьезно. А почему 2? Ну, то есть, это же как-то обидно становится. Смотрите, как работает. Ну, что вообще, да, как? Мы думали, что мы-то богаче всех. Оказывается, мы не богаче всех. В общем, какое-то такое легкое разочарование оставило это расследование. Вот, поэтому говорить о том, что людей это как-то возмутит, они там на улице выйдут, начнут требовать отставки, правительство, президенты, разумеется, не про нашу страну все это. А что должно произойти, чтобы вышли? Да я, вы знаете, так быстро меняется информационная повестка, людям, мне кажется, главное, чтобы их вот не трогали конкретно, да, вот к ним, чтобы не приставали, не лезли. А в политике они, ну, в принципе, готовы ко всему. Ну, такие уже обвинения звучали, там и Литвиненко что-то, что только не рассказывал, да, и все это так или иначе до людей доходило. Ну, у кого-то впечатление не производит, хотя, казалось бы, чего уж кошмарнее, там, рассказ Литвиненко можно себе представить. Поэтому мне не кажется, что каким-то образом это сильно кого-то там поразит, да. И потом там героический образ собирателя земель русских, он перевешивает любые враждебными западными странами запущенные информационные утки про то, что кто-то у нас здесь что-то спер. А как же холодильник, который пустеет? Я хотел сказать, холодец, может быть, сказать, нет, холодильник. Холодильник пустеет, да. Вот, мне кажется, холодильник скорее способен людей вывести на улицы, чем западный телевизор. Ну, связи-то этой иллюзии не видят в основной своей массе между приращиванием земель и холодильником? Ну, конечно, потому что, слушайте, есть телевизор, синтезатор альтернативной реальности, где все не так, как на самом деле, где работают талантливые, бессовестные люди. И эти талантливые, бессовестные люди помогают запудривать гражданам мозг, да, и создают какую-то выморочную реальность, в которой Россия якобы встает с колен после лет якобы унижений, где якобы она бросает вызов Западу, а Запад якобы пытается за это ее унизить и дискредитировать якобы там ее руководство и так далее. И это такая мифологема, в которую простому русскому трудовому человеку хочется верить. Он хочет верить, он привык к тому, что он, хотя его собственная жизнь дерьмо, но при этом зато страна его грозит всему миру своим бронированным кулаком и вот этими межконтинентальными фалосами. Ему нравится, что даже если его там любой милиционер может макнуть лицом в помои, то при этом в целом всю нашу страну и такую совокупную милицейскую мощь на Западе боятся. Тебе в твоей жизни нечем гордиться, а то есть чем гордиться в целом за достижения страны. Бояться, значит, уважаю, вот это все. Но вот из взгляд Дмитрия Глуховского, вот в Кремле говорят, что они через телевизор, через все вот эти средства, они так общаются с населением. Вот сегодня анонсировали очередную прямую линию с главой государства, и Дмитрий Песков, между прочим, сказал, что вот эти самые прямые линии, это вообще лучший в мире соцопрос. То есть связь, она еще и обратная. Конечно, ну конечно, для них, разумеется, соцопрос. Мы же знаем, что эти люди готовятся заранее, что они свои там вопросы присылают, что те, кто стоят на камеру, их там дрессируют, чтобы они правильно все это сказали. Ну я не скажу, что там статисты среди них, хотя кто-то, наверное, из статистов, да? Ну уж точно, их там всех досматривают, общаются с ними, выясняют их позиции, чтобы не было никаких непредсказуемых моментов, знаете? Поэтому, конечно, это самый лучший соцопрос и есть, вполне в духе в ЦИОМа. Соцопросы же, они должны, какая цель соцопроса? Не дай бог не выяснить, что там люди думают на самом деле. Соцопросы нужны для того, чтобы... Люди знали, что они думают. Чтобы объяснять людям, как думать правильно. Когда результаты соцопросов публикуются, а всякие массовые издания, там какая-нибудь, комсомольская правда, газета «Жизнь», вот эти все инструменты работы с населением, они, конечно, очень часто публикуются запросы. И по соцопросам, куда ни плюнь, выходит, что все хорошо, что все делается правильно, что население единогласно за. Но лучший, конечно, соцопрос – это выбор в Северной Корее. Это вообще идеальный просто соцопрос. Ну и у нас при Брежневе тоже соцопросы были довольно удачными. А на самом деле население что против? Население, мне кажется, в прострации, в такой легкой... У него, потому что отвалилась челюсть и петекла слюна. От всех тех удивительных событий, которые с населением развернулись за последние два года, ему теперь нужно отдуплить еще, понимаете? И все это понять, что с ним, собственно, происходило, что с ним сделали-то. Не болит ли что-то у населения там и не зудит ли после того, что с ним оно было сделано? Это вопрос. Но население потребуется какое-то время, чтобы смириться, сжиться и понять свою новую роль во всем стремительно меняющемся мире. Поэтому я не думаю, что... И потом надо понимать, что, опять же, при той безграничной талантливости, с которой наше телевидение из инфункционного превратилось в средство манипуляции общественным мнением и созданием яркой, эмоциональной, лишенной какой-либо рациональной составляющей позиции, то что мы ждем от населения? Что нам затерли и показали красивое, драматическое, киношное в телевизоре, то мы, конечно же, и в той мы и поверили. И потом надо тут понимать, что, опять же, то, что нам рассказывают в телевизоре, это ложится в десятилетиями подготовленные архетипические вещи в нашем сознании. То есть, если бы нам сейчас начали рассказывать про то, что необходимо срочно дружить с Западом, поменяли бы полностью, между одной кассетой поставили бы другую кассету, и на этой видеокассете было бы, что мы, на самом деле, дружим, что мы партнеры и так далее. Часть населения все равно была бы очень подозрительно настроена к Западу, потому что мы привыкли к Западу быть настроены подозрительно десятилетия. Мы десятилетия воевали, мы десятилетия себя ощущали альтернативой им, и мы с ними противостояли, и мы им бросали вызов, и у нас все было хорошо, а у них все было нехорошо. То есть, мы были белыми, а не черными, и вдруг, если тебе меняют программу, то ты не можешь так быстро переключиться. То есть, все-таки народ отчасти определяет этот курс, получается, поддерживает эту инерцию? Ну, там, шовинистические, националистические, имперские тенденции, которые были в народе, которые в наши более спокойные годы помогал поддерживать нам Владимир Вольфович, например, так же, как Компартия, то есть, стараясь быть большим европейцем, чем Европа, Путин и путинское окружение, они это нивелировали как-то. А потом мы поняли, что, в общем, зачем сопротивляться этим тенденциям, и вполне можно дух русского какого-то имперского национализма, российского имперского национализма выпустить из бутылки. Здесь они очень попали. То есть, получается, что машина программирования, она без народного сознания не работает? Если она не в одном направлении движется, то она не будет успешна. Она будет в той или иной степени, я думаю, что можно так или иначе. Просто это долгие годы, понимаете? То есть, мы родились с этим, наши родители родились с этим, наши дедушки и бабушки вообще никогда позиции не меняли, похоже. И когда вдруг пропаганда оборачивается к ним ко всем лицом и начинает свежими примерами их давние убеждения подкреплять, показывают, как против нас заговор, камни-шпионы, украинские полицаи, нацистские каратели, партизанщины в Донбассе, Крым-наши, вот это все, конечно, это полностью попадает в наш архетип. И мы говорим, так вот, на самом деле, как все было. Мы это и знали с самого начала. Мы же на этом и росли и так далее. То есть, здесь произошло совпадение. Отсюда такой, наверное, кумулятивный эффект. То есть, если вдруг бы пропаганда стала нам рассказывать, что наш путь там... И как они пытаются нас подружить с Китаем, например, мы Китаю не очень доверяем все равно. У нас фига в кармане по отношению к Китаю. Или когда нам начинают рассказывать про дружбу с Америкой, есть все равно очень существенная прослойка, которая американцам верить не спешит или любить их не торопится. Поэтому тут, конечно, совпадение. Другой вопрос, почему после всех лет прозападных реформ или симуляции прозападных реформ, было вдруг принято решение полностью с этой политикой покончить и выпустить из бутылки джина русскому империализму. А вам на это отвечают же, что потому что либералы, они не являются представителями народных интересов, потому что народ либералов не любит. Они не народные, эти либералы. Вот те, которые были либералами, почему-то называют противовеские. Либералы вообще. Либералы, мне кажется, происходят от слова «свобода». И свобода, прежде всего, личная и частная свобода. Не свобода какая-то, беспредел экономический. В этом плане либерализм у нас вот сейчас. Есть люди, которые более свободны, чем другие люди, как это почти в скотном дворе описано. И настоящего либерализма у нас не было никогда. А людям-то он у нас нужен? Это вопрос воспитания. То есть, если ты 70 лет ходишь с троем, то потом, когда тебе... Это как, знаете, когда зэков выпускают из тюрьмы, им очень неуютно на воле. И они стремятся... Ну и мы опять возвращаемся к обитаемому мозгу. Стремятся, да. Когда у себя там работает все время этот гривень-говоритель. Да, да. Но это такая прямо экзотическая метафора. Есть метафора очень простая, понятная и русская. Учитывая, что там очень большая часть населения отсидела, вот выходят эти люди из тюрьмы. Да, им понятная, привычная, хоть и тесная система координат, четкая иерархия, а также то, что о них заботятся, да, элементарно, там, в увольме выдавая баланду. Возможно, как-то более-менее человеческие устроятся в этих нечеловеческих условиях важнее. А мир и необходимость в этом огромном мире как-то жить, куда-то себя приткнуть, как-то найти себя, реализовать, пугает их. Ну, это же пресловутая стабильность та самая. Когда есть в холодильнике хоть что-то, уже хорошо. А то вдруг ничего не останется. Необходимость брать ответственность за свою жизнь в свои руки, пугает, пугает людей. То есть, мне кажется, что из всех возможных метафоров, тюремная метафора, она как раз наиболее точна. И, конечно, люди, ну, в какой-то момент они боятся этого. Они не представляют себе, что им теперь делать, когда никто им не диктует, не объясняет, не раскладывает мир на черное и на белое. Понимаете? Не обозначает им врага и не обозначает им, значит, что нужно делать правильно, чтобы попасть там в буквально или в коммунистический рай. Людям тяжко, когда каждый должен себе самому систему координат определять. Многие теряются. Россия как большая тюрьма в представлении Дмитрия Глуховского. Тут нам Вова пишет. Либералы доказали, что они за какую угодно свободу, но только не нашу, народную. Вот вы говорите об этих несчастных узниках, которые то ли вышли, то ли не вышли из тюрьмы. И вот у них такое стремление к стабильности. А надо ли, в принципе, ломать людей? Вот надо ли навязывать им какие-то иные ценности, вот эту европейскую цивилизацию им прививать? Зачем? Послушайте-ка, надо ли ломать людей в Северной Корее? Надо ли им навязывать какие-то ценности Южной Корее? Ну, живут люди и живут немножко впроголодь, немножко ходят в строем там. Но в целом-то нормально живут. Зачем? Как в Южной Корее, да? С доходом там в несколько тысяч долларов ежемесячно на человека, с возможностью ездить по всему миру. И главное, с совершенно другим взглядом на вещи. Надо ли было ломать немцев после уничтожения нацизма в нацистской Германии? Может быть, оставить людей с их точки зрения на все? Это вполне была согласованная картина мира, между прочим. Если бы она не исключала евреев и цыган из себя, то вообще нормальная была бы в такой логике, если рассуждать, картина мира. Хочется сразу отметить, чтобы не врывались контексты. Потому что это сатирическое высказывание. И так далее. А то, знаете, на бумаге-то не видно. Поэтому надо ли нам от нашей традиционной картины мира отходить в пользу какую-то другую? Ну, может быть, и не надо. Но стоит при этом понимать, что она довольно зашоренная. Что многие из врагов, с которыми нам предлагают сражаться, не подозревают о нашем существовании вообще. Да, они только видят своей задачей наше уничтожение. И что в целом, чем больше нам забивают голову геополитикой, тем в большей степени это мешает нам понять, почему же мы так плохо живем. Дмитрий, а вам не кажется, что пока вы будете называть людей зашоренными, проводить параллели с тюрьмой, с бандитами, вас просто не будут слушать? Ну, да. Ну, я их специально бешу. Я их бешу, чтобы они со мной спорили. Чтобы они со мной не соглашались. И чтобы они пытались немножко как-то голову включать уже. Но часто происходят обратные, наоборот, люди утверждают со своими мнениями, что вы отчаянный реперат, которого они любят. Они правильно не любят. Я не Махат Маганди, который, кстати, поддерживал нацистов. Я не гуру. Я не добрый старичок. Я не проповедник с прозрачно-голубыми глазами, и окладистой белоснежной бородой. Я просто пришел сюда высказать свою позицию. Если кто-то от этого выбесится, ну, значит, выбесится. Что теперь делать? А у вас какая-то реакция уже хорошо? Да нет, вообще не рассчитываю никакую реакцию. Просто, знаете, настолько, мне кажется, СМИ замусорены фальшью. Но и сознательно это делается людьми, которые, на самом деле, по крайней мере, в начале, когда начинали врать, они понимали еще, что врут. Сейчас они уже до того забрались, что сами себе внушили, что говорят правду. Что, ну, если... Я, по крайней мере, я здесь не предвзят. То есть, я говорю не потому, что у меня какой-то интерес стоит, или зарплата мне положена там за то, чтобы определенную точку зрения подавать, а другие нивелировать и опускать. Я просто высказываю здесь свою точку зрения и пользуюсь той возможностью, которую представляет Эхо Москвы. Потому что это одна из двух-трех, может быть, вообще оставшихся каких-то отдушин, в которой можно сказать все, что ты думаешь, а не то, что положено говорить. И так далее. Ну, вот поэтому и люди, которые, мне кажется, слушают Эхо, они все-таки сомневающиеся. Иначе бы они смотрели себе телеканал «Россия» и все бы узнали про мир точно, наверняка. А здесь они, по крайней мере, хотя бы чтобы позлиться, слушают противоположную точку зрения. Определенные тоже люди, открытые в дискуссии. Дмитрий, ну, вы же знаете наверняка, что среди вот этих вот людей, которые не согласны с вами, а среди них есть те, кто готов и лбы разбивать до крови, и рвать рубашки на себе, и готов, в принципе, бороться за свое представление о том, ну, о слове нафильской такой вот Руси, антизападнической. А вы, получается, вот из этих слов, получается, что вы их как-то к дуракам приравниваете? Ну, накопилось немножко расчарование, просто честно говоря. Здесь речь-то не идет о том, что мы должны быть под Западом. Здесь речь идет о том, что на Западе есть набор неплохих ценностей, которые подразумевают, например, уважение к правам и свободам личности. То есть, например, пока ты не виноват, и суд не докажет независимый, что ты не виноват, тебя не могут загрести, усадить, укатать, увезти куда-то там в лес, закопать и так далее. Что у нас там случается. Человек в столкновении с системой может победить. У нас совершенно беспреспективная затея. Потому, что система против тебя обращается. Даже по каким-то корыстным интересам низшего представителя этой системы. Все равно из-за круговой поруки, корпоративной этики, тебя раздавят просто на всякий случай. То есть, ты можешь каким-то образом влиять на судьбу своего района, города. Это зависит от того, насколько власти справляются с выполнением своих обязательств. А не от того зависит, насколько у них там складываются внутри корпорации отношения. Да кто кому верен, кто кому не верен, кто кому занес, кто кому не занес и так далее. Это вещи, причем как они связаны с Западом. Они общечеловеческие, как мне кажется. Я повторюсь, вот есть, там не будем брать даже восточную, западную Германию. Возьмем Северную и Южную Корею. Где вообще совершенно идентичный народ, одна культура, одна религия и тысячелетняя общая история. Потом их искусственно разделяют на два лагеря. И мы видим, как одни люди через 50 лет живут в нищете, ходят с троем и живут в состоянии постоянного страха, как мы там в Сталинском СССР. А другой народ ставит невероятные рекорды экономических достижений, производительность, мы все пользуемся. Не такая же большая нация, между прочим, 70 миллионов человек. Весь мир пользуется их компьютерами, телефонами, автомобилями, программным обеспечением, телевизорами и так далее. Люди просто за счет трудолюбия и осуществления возможностей человеческого потенциала, личности, за счет того, что людям дают возможность своей жизни в свои руки брать, они обеспечивают целый мир. Это не Китай полуторамиллиардный, это нация всего на 75 миллионов человек. Почему мы не могли бы этой нацией стать, почему это противоречит нашим ценностям, почему это противоречит нашей культурной традиции, где это противоречит нашей национальной ментальности, я не понимаю. Я не считаю, что русский человек обязан жить в несвободе, обязан с кем-то непременно сражаться, обязан ходить с троем и так далее. Почему в казачестве, в иконах за счет технического прогресса, за счет свободы выборов настоящей и так далее, в этом заключаются наши какие-то уникальные национальные особенности и ценности. Про национальные особенности и про уникальный путь любят говорить в диктатурах. Что да, на Западе, на прогнившем может быть так, а у нас все не так. Либералов, между прочим, клеймил задолго до нынешнего состава нашей политической элиты Геббельс. Англо-саксонский заговор и мировой либерал. Еще можно было про жидомасонство тогда разговаривать. Сейчас как-то неловко уже после всего, что случилось. Поэтому ничего свежего в этой терминологии нет. И в обвинениях во всех бедах несвободных государств мирового англо-саксонского заговора и либералов ничего нового в этом нет. Можно важнейший вопрос. Все-таки кто виноват? Путин или народ? Я думаю, что здесь нет... Это важнейший вопрос, который очень всю картину упрощает. И хочется сказать... Сначала хотелось сказать, что Путин. Когда ходили на Болотную, хотелось сказать, что во всем Путин виноват. Потом, когда люди ходили на Болотную, купились на Крыму, на возрождение империи. И главное, на изображение украинцев в качестве наших вековых врагов. Хотя это были ближайшие наши братья. Буквальные, не символические, не политические братья. Люди, с которыми мы перемешаны, просто этнически полностью. И культурно. И с которыми нас объединяет тысячелетняя история. Когда люди в это поверили, поверили телевизору в эту ересь. Захотелось, конечно, во всем обвинить народ. Сказать, что вы тогда хотите с такими людьми делать вообще. Какой вообще прогресс и какой прорыв цивилизационный возможен. Но мне кажется, конечно, что на самом-то деле это ситуация такая замкнутая. Это такой дракон, пожирающий свой хвост в какой-то степени. Люди, попадающие случайным образом во власть. И даже не случайным. Им нравится там, конечно же. И они пытаются понять, как в этой власти задержаться намного, как можно дольше. И поскольку нет механизмов принудительной ротации. Они уничтожены или не создавались. То через непродолжительный срок, даже самые недалекие люди понимают, что надежнейший способ не только у нас в стране, а везде остаться во власти, это оболванивать население. И население оболванивается. Ему подсовываются воображаемые противники. Ему подсовываются примитивные системы координат. Играются на их низменных инстинктах и так далее. И разумеется, оболваненный народ, ему хочется видеть, вместо ратируемого менеджмента, сменяемого регулярного менеджмента, хочется видеть фигуру национального лидера. Потому что народ все время находится в состоянии стресса. В состоянии стресса включаются биологические инстинкты. И рациональное мышление, наоборот, отключается. Хорошо в демократии, когда ты в сытой стране, которой ничего не угрожает. Поэтому народ желательно не держать в сытости, не давать формироваться среднему классу. Потому что среднего класса политические амбиции следуют очень близко за гражданскими. А гражданские появляются, как только он поел. Как пирамида Маслова. Как пирамида Маслова, ровно. Это моя обычная совершенно боевая метафора. И поэтому здесь трудно сказать. То есть, людей, конечно, нельзя во всем обвинять. Но и правителей нельзя во всем обвинять. Потому что когда правители начинают отклоняться от этого, и проводить какие-то слишком стремительные либерализационные реформы, народ к этому не готов. Дмитрий, а мы вообще правильно противопоставляем Путина народу? Он не народ? Путин народ. Путин народ и путинское окружение народ. Это люди, а Путин, как мы помним, был в свое время назначен фактически. Выбран и назначен ельцинским окружением в качестве преемника. Это была не первая кандидатура. Был Кириенко, был Немцов, был Степашин. Степашин человек с таким же профайлом, как Путин. Тоже кадровый офицер ЧК. И почему он? Не он, а почему Путин? А дальше Владимир Владимирович себя окружил тем людям, которым он очень доверял. Назначив этих людей на высшие позиции в правительстве, в олигархии и так далее. Но Путин тогда и сейчас это все-таки разные люди, правильно? Но окружение, вот что я хочу сказать, это какое-то случайное ленинградское выборка, случайное статистическое, из курса ЛГУ, из... Спарринг партнеров. Спарринг партнеров. То есть, ну это случайные люди, в принципе. Вот кто попался ему в жизни, тем он и доверяет, и тем он себя окружил. То есть, нельзя сказать, что это... А вот Путин мира, она такая же, как и у народа, или она другая? Вот эти все соцопросы, их результаты, они, в общем-то, принимаются Путином как верные, как правильные, как настоящие? Или он понимает, что все-таки иначе? Я не знаю, но мы же не понимаем, что происходит в голове человека, который является одним из хозяев мира. Во-первых, насколько он отсекает от себя критическую информацию, и люди сами его окружающие, насколько боятся ему преподносить критическую информацию, негативную вообще информацию, чтобы не вызывать на себя гнев его. Потом, опять же, надо учесть его профессиональное образование, его биографию и так далее. То есть, что происходит в голове Владимира Владимировича, это знает только Владимир Владимирович. И в этом один из секретов его власти. Он ни с кем не делится, очень закрытый человек. И любит удивлять и приближенных, и народ. Поэтому, как мы можем с вами здесь представить, насколько он верит сводкам ФСБ, которые ложатся к нему на стол, или ФСО, или соцопросы, которые проводят ФСО, или Федеральная служба охраны. Это мы можем только предполагать. Но так или иначе, если разобраться в сути, это случайная выборка русских людей, преимущественно из Ленинграда. Это не самый плохой город у нас, Ленинград. Интеллигентные, трудные истории и так далее. Колыбель революции. Не знаю, сколько он типично русский город. Но явно совершенно не... Это не какой-то там, не знаю, мамоногород, где все люди работали всегда физическим трудом на производстве и так далее. Это город достаточно неплохой подборкой кадров, так сказать. И получается, что Путин же это не пришелец, и окружение его это не рептилоиды, это не потомственная аристократия, которая давно уже не помнит русский язык, говорит только по-французски. Это обычные совершенно наши с вами советские сограждане, которые случайным образом оказались во власти. Значит, что если не поменять устройство системы, кого бы туда не катапультировать во власть, система сама под себя их отформатирует таким же образом. А если бы вот тогда, я не знаю, где это принималось решение, в Кремле, в Барвихе, если бы тогда выбрали, скажем, не Путина, а Немцова, все было бы так же? Он бы тоже окружил себя, ну, может быть, не питерскими, а там, не знаю, московскими, какими-то там еще. Нижегородскими. Нижегородскими. Мне трудно сказать. Я думаю, что нет. Немцов все-таки человек другой был совершенно, другой ценностной системы. А из другого совершенно и сословия, и с другим бэкграундом. И я думаю, что он был все-таки гораздо более такой цивилизационный, мне кажется. Ну, такой про-западный, что ли. Не говорите о том, что он хотел бы, чтобы здесь были базы НАТО размещены. О том, что он, видимо, будущее России представлял себе как европейское, там, интегрированное в Европу в целом, да, государство с ротацией власти, свободными выборами, с контролем ветвей власти, там, судебно-заисполнительной, исполнительной, там, отчитывающейся перед законодателем, законодательно-контролирующейся и так далее. Ну, все вот эти необходимые элементы, институты власти, которые позволяют власти быть просто эффективны и работать не в своих собственных интересах, а в интересах страны и людей. А Путин на первых порах разве и не был таким оптимистично настроенным по отношению к Западу, к тому же, речи известной? Риторически, да. Но, де-факто, все время, все время его политика была направлена на консолидацию власти в своих руках. То есть, на самом деле, это абсолютная роль личности, а не системы, получается? Очень большая президентская власть. Да, большая-большая власть, личность, в отношении в руках президента. И то, для того, чтобы довести ситуацию до той точки, когда ты берешь и подчиняешь себе 400 тысяч человек лично себе, и люди спокойно реагируют, и никто ничему не удивляется, на это таки ушло 15 лет. То есть, еще 5-10 лет назад удивились бы. В общем. В общем, понимаете? Но дальше, конечно, определенная роль личности в истории есть. Я не согласен с теми, кто говорит, что есть исторический терминизм какой-то, или экономический терминизм совершенный. То есть, попав на этот пост, личность может влиять на вещи. Не то, что страна сделала Путина под себя. Путин был уже определенным человеком, специфическим. То есть, если механически заменить Путина на нужного человека, у нас может многое поменяться. В переломных моментах истории, наверное, да. Сейчас не переломные моменты истории пока. Да, и вокруг огромная плеяда людей, которые Путин выстраивал под себя. Если Путин поменять на не Путина, ну, Медведева поставили, да. Но он не может ничего сделать с этой системой. Она его пересиливает. И она его форматирует под себя. Ну, так, наверное, его и поставили, потому что знали, что он не Путина. Наверное, наверное. Но вот все, что он может, это развернуть какую-то более либеральную риторику. А потом ты начинаешь видеть, что риторика его за прогресс, за права, за честную и свободную экономику, она не в состоянии себя осуществить. Потому что она сталкивается с реалиями системы. А реалии системы завязаны на очень ощутимые и очень существенные реальные интересы массы людей. Которые просто обогащают защиту системы. Получают там вседозволенность, безнаказанность, кастовую принадлежность. Это закрытый клуб. И они не хотят, чтобы их лишали всех этих привилегий. И, конечно, они начинают ставить ему палки в колеса. Даже если они боятся оспорить его власть как президенты, при этом они занимаются тихим саботажем на всех уровнях. Потому что он пытается эту систему... То есть, политик из менеджмента у нас сейчас член касты. Касты, которые очень привилегированы. И как попав в которую, что непросто, и за что приходится многим платить, в частности с совестью и принципами. Ты получаешь огромное преимущество перед обычным человеком. Собственно, только члены касты защищены и имеют гарантию прав, которые в обычном западном обществе, современном, имеют обычный человек. А Путин сейчас уже дорос до того положения, когда ему можно все. Ну, вот абсолютно все. Ну, как мы видим с вами из новостной повестки последних недель, можно очень многое. Ну, очень многое, и все это все-таки немного разное. До Бакаса-то есть чего куда идти? Ну, слушайте, все было разрешено Иосифу Исарионовичу, да? И мне кажется, что никто не хочет, на самом деле, возвращения такой фигуры или пришествия такой фигуры. То есть, его еще в окружении остановят? Если вдруг у него возникнут такие пожелания. Я не знаю, но подчинить себе 400 тысяч человек лично, значит, что ты думаешь, что вдруг в окружении кто-то пытается тебя остановить или помешать, или заместить, или заговор какой-то сплести, или еще что-то. Все равно у нас все это такое light. У нас как бы это все такое... То есть, это даже защита не от народа, а от окружения? Ну, как бы у нас такое полупонарошку все это, да? То есть, у нас такой постмодерн. Мы все это там были, поэтому мы готовы в это поиграть, но никто не хочет, чтобы до этого дело серьезно дошло. Поэтому мы давайте устроим гражданскую войну на Украине в телевизоре. Поэтому мы давайте устроим борьбу с оппозицией, но преимущественно в телевизоре. То есть, у нас все преимущественно в телевизоре. А жизнь, ну, посредневным исключением того, что продукты подорожали в два раза, она не сильно поменялась у нас, согласитесь. То есть, риторически, да. Все мы прошли уже через борьбу с пятой колонной. И мы все прошли через борьбу с партизан, с фашистами и так далее. Но все это было для нас, за счет Украины, правда, полувиртуально. Дай Бог, чтобы дальнейшие социальные и политические эксперименты, которые над нами проводят власти, оставались в пределах эфира Первого канала и соцопросов в ЦИОМ. Постмодерн российской политики Дмитрий Глуховский у нас в гостях. Был Андрей Позняков, Дарья Пищникова. Спасибо. Спасибо.